Местом тестирования специальных силовых видов испытаний для жителей города Уварова стала школа единоборств. Желание проверить свою физическую подготовку в рамках комплекса ГТО изъявили многие уваровцы. Порядка 150 человек. Поэтому организаторы распределили сдачу норм на два дня. 22 марта силовые виды сдавали представители администрации города, Центр детского творчества, детских дошкольных учреждений, МФЦ, прокуратуры. Я вам сегодня желаю выполнить все нормативы на золото. Удачи всем. Всех благ. Возраст участников составил от 23 до 65 лет. В зависимости от возрастных ступеней и выбранных испытаний, участники сдавали подтягивания, прыжки в длину, тесты на гибкость, подъем туловища из положения лежа на спине, отжимания, поднятие гири. Все показатели строго вносились в личные карточки участников. Ребята говорят, что не сдаешь. Ну, начал сдавать. И вроде получается. Да все на золото. Вот листочек. В два раза получишь результат, чем надо, чем норматив. Ну, сам для себя просто знаешь, что можешь сделать, на что ты способен и чего ты достиг. Очень хотелось я попробовать в спорте. Пока результаты меня радуют. Все на золотой знак. Завершающими этапами выполнения норм ГТО станет стрельба и бег, которые участникам испытаний предстоит сдавать в скором времени. ГТО – это ориентир для здорового и в меру активного человека. Участники испытаний отмечали, что выполнить нормы комплекса «Готов к труду и обороне» решили для того, чтобы проверить свою силу и физические данные. Возможно, примеру сдавших норм ГТО последуют и другие. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов для рубрики «Спорт».